Все абсолютно ответы ко всем задачам ОГЭ находятся в интернете утром или вечером предыдущего дня. И это означает, что вся идея Рособранадзора на этом разваливается на куски, потому что он был создан как независимый орган, все такое. А мы возвращаемся, получается, мы боялись, что учителя будут давать списывать детям. А сегодня Рособранадзор позволяет списывать поголовно всем вообще детям во всей стране. Дурку валять, вы объявите это всем, что многолетний эксперимент в области образования закончился полным провалом. Спасибо всем за внимание. Теперь засучиваем рукава и начинаем работать. Вот что надо делать. Ну что делать? Меня устроит вариант, как в Министерстве обороны пригласили человека, который что-то делать стал. ЕГЭ он весь заточен под то, чтобы проблему закатать под ковер. То есть, чтобы показать, что у нас образование растет. Вот, например, только где-то в апреле Путин выступает и говорит, нам надо повысить качество инженерного и средственно-физико-матического образования. Там, где делают ЕГЭ, говорят, есть, сегодня же повысим. Извините за блин, вырвалось. Я озвучивал ее, и на меня смотрели как на идиота. Ты что? Все уже? Зачем учителя? Они вообще не нужны. Ты лучше объясни своим знакомым учителям, что им делать через 2-3 года, когда уже во всем мире будет только экран везде вести. Я говорю, вообще все сумасшедшие здесь в Кремле или нет? Значит, слава тебе, Господи, сегодня никто из администрации президента не повторит то, что говорили 4 года назад. Никто. Все понимают, что учитель – это главная фигура. Но кормить не хотят. Извините за блин. Вырвалось. А есть ли какое-то практическое использование совершенных чисел? Что бы вы хотели поменять в системе образования российского математического отдела? Главный вопрос все равно был, остается и будет на ближайшее время. Это вопрос кадров. То есть вопрос, в первую очередь, зарплаты, конечно. А во вторую очередь, положение учителей в системе образования сегодня, когда они делают огромное количество несвойственной работы, не связанной с прямыми обязанностями, как учителя, с дисциплинарной властью, которой у них часто нет. Гордятся где-то, да? У нас такие крутые программы, да? И если я встаю и говорю, а дети-то усвоили программу, то получается конфуз, потому что это никто не проверяет. Никто проверяет формально там какие-то задачи одинаковые, дают на ЕГЭ из года в год, похожие друг на друга. Извините за блин. Вырвалось. Спасибо отцу Леониду Таревскому. Он еще появится здесь. И я представлю вам человека так, как его еще никто не представлял. Все знают, что у него было много-много-много всяких регалий. Но самое главное, про него никто не сказал. Это человек-мутант. Да ладно? Что значит мутант? Да, да. Какой еще мутант? Мутант. У него, видите, он какой худой. Знаете почему? Вот он только сейчас поел, и никакой разницы. Потому что все, что он потребляет внутри себя калориями, выходит из него харизмой. А ты уверен, что не во время соревнований по ориентированию или других беговых стартеров? Скажем по-другому. Он знает много разных способов. И из них любимый пробежаться 100 километров на лыжах, потом прочитать лекцию. Правильно я говорю? Ну, в общем, правильно. Хочешь похудеть, спроси меня как? Вставай на лыжи 100 километров за один день. Все, похудеешь. Ура, успехов, побегаю. Ага, все, отлично. Так, ой, это вообще супер. Ну что? Нет, здесь имеется в виду, что вот это число является степенью. Иначе бы я, я бы не написал, если бы я вначале 3 возводил в квадрат, а потом в 150-ю, то это просто 3 в 300-е и ничего особенного, ничего как бы сложного. А вот здесь имеется в виду, что 3 возводится вот во всю эту страшную степень. Страшную. Это задача, которая мне ужасно понравилась. Ужасно понравилась. И я не помню, она уже в интернет попала или нет. Последние лета я на всех лекциях ее даю. Но там у нас большая задержка на канале с публикацией, особенно со всеми этими блокировками дурацкими. И поэтому я не уверен, но может уже и была. Серега где-то здесь сидел. А, она была уже в интернете, не знаешь? Никто не видел ее в интернете? Вот. У других блогеров, да. А у меня, наверное, еще не было. Но скоро появится и сразу в куче мест, когда мы начнем публиковать. Но пока она не появилась, вот интересно ее. Это я хочу ее оставить для тех, кому будет скучновато. Потому что лекция будет, ну, там, некоторого среднего уровня. Вы явно будете разного уровня, да. То есть кто-то быстрее будет воспринимать, кто-то медленнее, кто-то вообще учитель математики. Вот учитель математики может уже сразу же приниматься за эту задачу. Вот. А появилась она совершенно неожиданно. А я ее подглядел в метро на чужом смартфоне. У меня самого нет смартфона, я его не использую. Но как-то глаз упал на чужой смартфон. Человек там проматывал какую-то ленту или как это называется. И вот раз, и написано, а что больше, вот это или это? О, думаю, а правда, что? А он сразу куда-то дальше пошел, не стал думать. А что правда больше? Заходите. Что же больше там? И что-то я думал, долго думал. Я решил, ну, пока ехал в метро, решил, но это долго было. Не то, что сразу, вот в одну из кудов. Вот. Но потом вот Сергей, который здесь присутствует, он предложил совсем простой способ решения. Именно этим способом мы сегодня разберем ее потом. Вот. А пока можете подумать. Так. Ну, тут понятно, что это не угадать, что угадать. Ну, ты угадал либо не угадал, да? Если будете угадывать, половина угадает, конечно. А именно доказать. Вот. Контрольный вопрос. По какой причине эти числа друг другу не могут быть равны? Да. Самый простой ответ, что отмечет. Более сложный – это просто основная терема арифмистики, согласно которой однозначно разложение на множители. Ну, сегодня мы по ней еще поговорим, об основной тереме арифмистики. Ну, в общем, да. Самый простой, конечно, что это степень тройки, это степень двойки. Степень двойки четная, а степень тройки не четная. Поэтому тут явно в одну из сторон будет неравенство. Вот. Ну вот. А теперь всем привет. Вот теперь уже всем привет. И нам от культ привет. Интересно, из Москвы приехал вот Сергей, я знаю, что приехал из Москвы. А кто-нибудь еще приехал? Кто приехал из Москвы? Ой, я имею в виду изнутри МКАДовой. Понятно, что мы здесь все, да? В Москве все. Ага, то есть несколько человек приехало из Москвы. Отлично, отлично. И все остальные, соответственно, из новой Москвы, да? А кто прямо из Троицка? Вот Троицка, ага, ну, в общем, где-то, видимо, две трети из Троицка. Отлично, отлично. Вот представьте себе, что вы хотите заслать сигнал о том, что вы разумные пространство окружающее. А что вот это за шум? Если его выключить, будет жарко, да, слишком? Вот чуть-чуть, да. Можно попробовать, да, выключить. Здравствуйте. Лучше не выключать, да? Так. Так вот, вот допустим, вы хотите послать, ищите инопланетян где-нибудь далеко-далеко, да? И вы посылаете сигнал во Вселенную. Как вы его пошлете? У них другой язык, другое там, не знаю, другое восприятие мира, три глаза, не знаю, все другое. Как вы пошлете сигнал о том, что вы разумный? Ну, там, точка-тире, точка-тире, ну и что, может быть, это как-то, естественно, возникло в природе, там, не знаю, какой-нибудь, что-то перекрывается, ну, крутится, да, крутится, перекрывается, открывается, перекрывается, открывается. То есть это явно не годится. Что? Ну, просто, а два, как передать два? Просто передать вот так два сигнала, потом снова два сигнала. Опять же, в принципе, можно придумать, ну, какой-то вот такой механизм, когда это возникло в силу каких-то, да, причин. Да, мы, конечно, будем посылать радиоволны, но что именно мы этими радиоволнами будем посылать? Радиоволны испускают всякие объекты неживые, да? Нет, если они еще не выучили радио, если они находятся в состоянии до, ну, таком, как бы, доразумной цивилизации, то они, конечно, ничего не примут. Но мы ищем, вот, ищем какую-то развитую цивилизацию, хотя бы на уровне тех, кто знает радиосигналы и выше. Вы посылаете какой-то радиосигнал, они его принимают. Значит, вот что, ну, давайте так, я не буду вас долго мучить. Мне кажется, что я знаю ответ. Я бы предложил, по крайней мере, такой способ. Я не знаю, что там посылают, наверное, посылают что-то другое, но я бы послал следующую, значит, следующую последовательность сигнала. Вот это моменты времени, значит, моменты времени, да? И я посылаю сигнал или не посылаю в следующие моменты времени. Так, давайте чуть дальше уйдем. Так, вот, допустим, хотя бы досюда мы уйдем. Вот у меня моменты времени, и я начинаю, в какой-то момент начинаю посылать сигналы, явным образом, чтобы это четко было распознанно, что вот здесь начались сигналы. Вот. Ну, давайте даже, наверное, без нуля, хотя если даже с нулем, наверное, это они смогут разгадать, если там плюс-минус на шаг. Так, здесь будет сигнал, здесь будет здесь, 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 здесь и так далее. Таково мое предложение. Это простые числа. Если сигналы поступают каждый простой номер секунды, и это происходит очень долго, то никакого, по-моему, нельзя выдумать никакого неживого устройства, которое бы их мог послать. Потому что это довольно тонкая идея, да, делимость, недеримость, и придумать вот так вот механизм, который вот так реализует сигналы именно по простым секундам, по номерам простым, да? Наверное, тут уже они посмотрят и скажут, да, видимо, где-то есть живая цивилизация. В общем, это я все сказал для того, чтобы ввести как самый базовый объект математики простые числа. Естественно, они были известны крайне давно, не знаю, несколько тысяч лет назад, видимо, они были уже известны в разных цивилизациях. Ну, по крайней мере, от Евклида остались некоторые интересные загадки про них, и мы про них, про эти загадки поговорим, но прежде давайте поговорим про вот этот вот набор плюсов, про этот набор сигналов. Скажите, пожалуйста, сигналы кончатся или не кончатся никогда, если их посылать таким образом? Они не кончатся никогда. А? Не все простые известны, поэтому мы сами не знаем. В какой-то момент мы будем в раздумьях, да, посылать, не посылать, через триллион секунд уже, нет, наверное, через триллион все еще известно, а вот через 10-20 секунд, наверное, мы будем немножко уже сомневаться, посылать, не посылать, но это уже очень много лет пройдет до тех пор, поэтому уже все, кто захотели, уже поняли, что здесь есть разумная цивилизация. Да. Только громче, я вот из-за шума я плохо слышу. Вы меня нормально слышите? Да. А, ну слава богу. Тогда просто задавайте вопросы громко. Может и так. Ну, как можно так, можно так. Я, в принципе, эту историю просто придумал, чтобы сконцентрировать внимание на простых числах. Значит, и так. Несколько человек в зале сказали, что этот сигнал никогда не кончится. Иными словами, теорема Евклида. Так. Евклида. Ну, наверное, много Евклида теорем, но такая самая основная для нас теорема Евклида состоит в том, что простых чисел бесконечно много. Поднимите руку те, кто знает доказательства этой теоремы, готовы выйти и его предъявить. Грубо говоря. Так. Теперь опустите и поднимите руки, кто знает просто этот факт. Без доказательства. Я просто примерно хочу оценить. Ага. Прекрасно. Ну что ж, давайте докажем. Давайте докажем. А ты пока думай над этой задачей. Вот над этой. И так. Как вообще проводятся довольно многие рассуждения в математике? Ну? От противного. То есть от утверждения, которое противоположно высказанному. Как это утверждение обратить? Доказательство, да? Пусть это не так. Не так. То есть что? Конечное. Но если конечное, значит можно перечислить. Правда? И они когда-то закончатся. И больше их не будет. То есть P1 равно 2, P2 равно 3, P3 равно 5 и так далее. P там, по-моему, 8, да, равно 19. Перечисляем все простые числа. И в какой-то момент последует какое-то число. Номер N. Последнее. Простое. Число. Последнее простое число. Вот. Давайте подумаем, что тогда мы хотим сделать. Но давайте прежде всего поговорим о том, как мы проверяем, да? Ну вообще на простоту. Сейчас мы побеседуем о том, как проверить на простоту. Но вот у нас есть какое-то число. Скажем, так, 358. Так, простое, непростое? Четное же, да? Четное. Как оно может быть? Прямо простым. 2 умножить на... Да, теперь мы делим. На что? 179, если я не ошибаюсь, да? Так, а это дальше можно как-нибудь разложить на множители? Или нельзя? Чтобы это понять, надо понять вот это число, простое или нет. Что мы будем проверять? Давайте поговорим о том, как проверять число на простое, на простоту. Как? Мы пытаемся делить, да, его? Делить на 2, на 3, на 4, на 5, на 6. О, а вот кто-то сказал, что вот в этой процедуре есть какие-то лишние действия, правда? Вот какое здесь уже лишнее действие есть? Да, вот на это зачем проверять? Если мы проверили, что 179 делится на 2, так разделим. Ну, в данном случае не делится, но если уж она на 2 делится, не делится. Как оно тогда может на 4 делиться? Мы исходим из принципа, который звучит так. Делитель моего делителя. Мой делитель. Правда? Вот, очень просто запоминается. Выражает собой то, что скучно довольно долго, пишут, но зато очень строго. Из того, что а делится на b, а b делится на c, следует, что а делится на c. Правило деления, правило делим. А это означает, что если мы уже проверили делимость на 2 и убедились, что ее нет, то на 4 можно не проверять. Если бы оно делилось на 4, так как 4 делится на 2, то оно делилось на 2. Так, ну я, так сказать, я понимаю, что сейчас слишком медленно. Впоследствии мы немножко ускоримся. Значит, надо проверять делимость на простые. До какого момента? О, я слышал правильную версию из зала. До корня квадратного. Это гораздо меньше, чем наполовину. Смотрите, почему достаточно проверить до корня. А вот давайте 179. Проверяли мы, чему корень из 179 примерно, приблизительно? 13 с небольшим, правильно? Корень из 169 равно 13, поэтому это... А оно из 126, 14. Поэтому это, значит, корень из 179, это принадлежит вот такому интервалу чисел. Оно не целое, оно принадлежит этому интервалу. Хорошо. Вот, допустим, мы проверили все. Не делится на 2, 3, 5, 7, 11 и 13. Вот, допустим, мы проверили. Это несложно проверить, и мы на самом деле убедимся, что действительно не делится. Почему из этого следует, что число простое? Опять же, давайте проведем такое рассуждение. Пусть оно не простое. Тогда оно равно k умножить на l, правда? Если произведение двух чисел равно 179, то тогда одно из них не превосходит корни из 179. Поднимите руку, кому это очевидно. Ну, действительно, да? Если k больше корня из 179 и l больше корня из 179, то k умножить на l больше, чем корень из 179 умножить на корень из 179. То есть 179, что противоречит тому, что k умножить на l равно 179. Поэтому, если у нас есть такое разложение, то одно из чисел меньше корня, ну, например, k. Но если оно меньше корня, то тогда оно нами уже проверено. Потому что если оно простое, то уже и так проверено. Если не простое, то у него есть простой делитель, который нами проверен. Кстати, заодно мы прошли через еще одно очень важное утверждение. У любого натурального числа большего единицы есть хотя бы один простой делитель. Почему? А вдруг у какого-нибудь числа огромной длины, я там написал, огромную такую 5, 7, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 3, 9, 7. Вдруг у него вообще нет простых делителей? Но если оно простое, значит, у него есть простой делитель, оно само, да? Значит, если оно не простое, оно раскладывается на множители, да? Так, разложили там альфа на бету. Хорошо, если тут есть простое какое-то, мы доказали, что есть простой делитель. Если нет, то значит, оба они тоже не просты, да? Раскладываем дальше альфа-1, бета-1, альфа-2, бета-2. Если один из них простой, опять все доказали, потому что делитель моего делителя, мой делитель, правильно? Если нет, мы дальше раскладываем. До какого же момента мы можем число раскладывать-то, а? А вдруг мы так все время будем раскладывать и раскладывать? До единицы? А? До тройки? Ну, в данном случае, потому что нет в конце четного, да? А вот в общем случае, до какого же момента мы можем раскладывать? Вот смотрите, каждое простое число уж точно не меньше двух. Да? Хорошо. Значит, соответственно, если мы разложили его в очень длинное произведение каких-то чисел, да, то каждая из них не меньше двух, значит, это не меньше, чем 2, умноженное на себя много-много-много раз. Но 2, умноженное на себя много-много раз, если вы увеличиваете, умножаете, умножаете, оно становится больше любого наперед заданного числа. Это аксиома Архимеда, который определяет существование логарифмов. Существует логарифм двоичного этого числа. То есть сколько раз двойку умножить на себя, чтобы получить это число? Ну, вот тут, например, сколько? Да, да, ну, допустим, 50 раз по 3 я отсекал, да, на каждую тысячу. Тысяча – это 2 в десятый примерно, значит, миллион – это 2 в двадцатый. Все вместе – это где-то 2 в пятидесятый. 2 в пятидесятый – точно больше этого числа. Значит, здесь никак не может быть больше 50 множителей. Все, в какой-то момент вы дальше раскладывать не сможете. А что это означает? Что я его разложил на простые числа, правильно, полностью. То есть любое число можно разложить в произведение простых. Но тогда все эти простые будут его делителями, да? Соответственно, мы убедились в том, что любое натуральное число больше единицы имеет хотя бы один простой делитель. Прекрасно. Возвращаемся сюда. И да, из-за одного убедились в том, что 179 – простое число. И поняли, почему нужно проверять только до корня. Собрали некоторые урожаи, короче говоря. Вера, возвращаемся сюда. Что делаем? Ну, говори. А, молодец. Мы их перемножаем. Все простые числа. Все до единого. Хочу обратить ваше внимание. Перемножить все вообще простые числа, если их бесконечное количество, а так оно и есть, да, на самом деле, это не получится. Но если мы предположили, что их конечное количество, то это получится, потому что произведение любого конечного набора чисел можно определить. Это очень большое число, но оно существует. Конечное, натуральное число. И прибавляем к нему единицу. Смотрим на это число. Очевидно, оно больше, чем все простые числа. Потому что я вообще их все перемножил. Вот это последнее, да? Я на что-то его умножал, еще единицу прибавлял. То есть ясно, что это число больше последнего простого. Тем более оно больше всех остальных. Значит, это число больше всех простых чисел. Что это значит? Нет, еще пока рано. Вот это число. Вот оно. Не сразу, а вот постепенно переходим. Вот мы знаем, что число больше всех простых. Какой вывод сразу мы из этого делаем? Да, что оно непростое. Значит, вот это число. Составное. Так называются непростые составные. Это те, которые получаются в виде произведения. Итак, оно составное. Ну хорошо, составное, так составное. Значит, оно равно как така умножить на ель. Ну, в общем, после того, как мы будем его раскладывать на множители, мы убедимся в том, что какой-то простой его делитель все равно существует. Как мы говорили, у любого числа есть простой делитель. Значит, соответственно, у него есть простой делитель. А какой это простой делитель? У нас же вот полное множество простых чисел. Больше никаких нет. Значит, какой-то из них, например, там P2, да? P2. Получается, это число делится на P2. Кто видит противоречие? Да, да. Предыдущее число делится на P2. А два подряд числа не могут делиться даже на двойку. И на тройку, и на пятерку, и на семерку. Два подряд числа не могут делиться ни на одно простое число. И вообще ни на одно число больше единицы. А значит, мы уже пришли к противоречию. Потому что с одной стороны число M, как и любое другое число, имеет какой-то простой делитель. А с другой стороны, оно не может иметь никакого простого делителя, потому что все простые числа перечислены здесь. И предыдущее перед ним число на них всех делится. Значит, следующее не может делиться ни на одно. И это противоречие доказывает... Что оно нам доказывает? Только то, что этот список не мог быть финальным. Значит, еще есть, еще есть, еще есть. То есть никакой конечный список простых чисел не может быть исчерпывающим. Поэтому простых чисел бесконечно много. Отлично! Немножко, как говорится, сверили часы. Так, теперь я все стираю. Все. Стираю. Так. Так. И отсюда все стираю. Кроме вот этого. Это не стираю. Так. И вот это не стираю. Смотрите на вот эти ситуации. Сигналы, которые пришли через один какой-то момент идет сигнал, потом нет сигнал, снова идет сигнал. А таких парных сигналов бесконечно много или нет? Бесконечно ли много парных сигналов? То есть простых чисел вида n плюс минус 1, когда n минус 1 и n плюс 1 простые. n я обозначил серединку между своими сигналами, да? Когда оба числа простые, n минус 1 и n плюс 1. То есть когда два простых числа идут через два. Вот такая ситуация. Бесконечно много таких или нет? Мы не знаем. Мы не знаем. Я не знаю. Никто не знает. Правильный ответ. Это одна из двух самых старинных, самых античных, открытых задач математики. Что значит заменить плюс 1 на минус 1? Можно и на минус 1. Но если на плюс 1, я сразу понимаю, что последнее число точно меньше, чем это. Но мне же нужно, чтобы они все, чтобы это число не было заведомо простым. Если плюс 1, то точно оно же. Нет, строго говоря, конечно, можно заменить на минус 1. Просто на плюс 1 сразу понятно. Сразу понятно, что оно простым не будет, потому что оно больше всех простых. А с другой стороны, оно не может длиться. Ага. Нет, расстояние между простыми числами ведет себя крайне нерегулярно. То есть вот даже я сейчас выпишу, я наизусть, наверное, восстановлю до 100 их. Сейчас попробуем. Может быть, чуть-чуть ошибусь. Вы мне поможете, если я ошибусь. 23, 29. Первую десятку я помню совсем наизусть. Дальше 31, 37, 41, 43, кажется. 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 79, 79, 79, 83, 80, 79 простой или нет? Простой, да? 89, наверное, и 97. И еще, еще великолепная четверка, которая выглядит так, 101, 103, 107, 109. Все простые в ней. Ну и дальше уже я не помню. Дальше я не помню, но это вот первое, это начало. Вы видите, что здесь есть на самом деле самые разные перерывы, да? Вот тут вот 4, да? Здесь 6, потом, значит, 2. Вот это вот называется простые числа близнецы. Собственно, гипотеза называется гипотезой Эвклида о простых близнецах. Верно ли, что бесконечно много простых чисел, отличающихся на 2? Ответ. Никто не знает этого ответа. Никто. На свете. Вот. Но давайте вообще поговорим немножко про расстояние между простыми, потому что это тоже, это очень такая старинная проблема, в которой, конечно, вроде как точка поставлена всего лишь в 1891 году. Но все равно остается некоторые неопределенности довольно интересные. Вот. Значит, здесь вот еще 2 пары близнецов подряд идут. А? 71, 73 пропустил. Да-да-да-да-да. Вот. А здесь я указал, что вот тут 8, да, расстояние. Спустя некоторое время и 10 будет, и 12. На самом деле, расстояние между соседними простыми вполне может быть очень большим. Например, я могу вам показать, как оно будет в районе 100. Знаете, что такое 100 факториал? 100 факториал. 1 умножить на 2, умножить на 3, умножить на 4 и так далее на 100 факториал. Ой, на 100. Так вот, я утверждаю, что все вот эти числа вплоть до 100 факториал плюс 100 все являются составными. То есть, ни одного простого здесь нет. Очевидно ли это? Очевидно. Потому что 100 факториал делится на 2, а 3, 4 и так далее на 100. Поэтому это делится на 2, это на 3, это на 4 и так далее, это на 100. И ни одного простого среди них быть не может. Ясно, что если я возьму 1000 факториал, то вслед за ним будет идти около 1000, 999 составных чисел. И можно это вполне, так сказать, для любого k можно найти. Для k плюс 1 факториал, начиная с k плюс 1 факториал плюс 2, окончая k плюс 1 факториал плюс k плюс 1, будут все составные. k подряд составных. Но интересно, значит, какие могут быть самые маленькие. Вот Евтли предположил, что куда бы вы не заглянули, даже в какие-то безумные числа типа вот таких. Это же совершенно безумное число. Вы представляете, что такое 300? 300 это число, в котором ну, 50 знаков примерно. Может 46. И вы возводите в это число еще двойку, да? То есть это число, в общем, если вы его запишите, вы улетите за предел видимой части Вселенной. Или около того, может быть, как раз вот так вот циферками, маленькими циферками уложите, и там через все галактики оно пойдет. Вот вопрос. А если вы возьмете такую странную числовую машину времени, то есть это у вас механизм для того, чтобы прогнать натуральный ряд быстро-быстро-быстро мимо вас вот до этого числа, а потом взять и посмотреть, что происходит. Вот 2 в степени 300 плюс 1, 2 в степени 300 плюс 2 и так далее. И вы вот увидите картинку, длинную-длинную-длинную картинку. Как вы думаете, вы встретите хоть одно простое число вот в этой картинке? Или скорее ни одного не встретите? А если 3 в сотой плюс 1, 3 в сотой плюс 2, то вот здесь вот за, не знаю, за тысячу, за две тысячи встретите или тоже уже не встретите? Вот удивительным образом на самом деле эта проблема оказалась чрезвычайно сложной. Она решена, но она очень сложная. Сейчас я про нее расскажу. Вообще первым предположил, как устроен ряд простых чисел, видимо, Гаусс. Наверное, Эйлер тоже что-то такое предполагал. Он был где-то, я прочитал, но про Гаусса точно можно сказать. Гаусс говорит, что в районе натурального числа N большое примерно каждое сейчас я страшный, особенно тут есть не очень старшеклассники, сейчас страшное будет логарифм натуральный от N на E число простое. Вот это была гипотеза Гаусса. Теперь мне нужно объяснить, что здесь написано, правда? Кто это такой логарифм натуральный? Ну хорошо, давайте начнем с логарифма двоичного. Давайте я объясню, что вот это такое. Что это такое? Это количество раз количество раз которое надо это не мне? По ком звонит колокол? А, о, заходите или вы не сюда? здравствуйте. Вот, который надо перемножить двойку, ну, умножить на саму себя, перемножить 2 на 2 на 2 и так далее, чтобы получить N. Чему равен логарифм двоичный от числа 64? Сколько раз надо умножить 2 на себя, чтобы получить 64? 6. Поэтому логарифм двоичный числа 64 равен 6. Чему равен логарифм двоичный числа 1000? Вот, вот тут нужен момент, да, потому что если ты будешь умножать 2 на себя много раз, на 9-й раз ты получишь 512, а на 10-й уже 1024. Поэтому 1000 ты никогда не получишь, поэтому говорится о том, что логарифм этот становится не целым числом, это что-то между 9 и 10, ближе к 10. Ему придается вполне строгий смысл, и, по крайней мере, на вскидку логарифм двоичный 1000 можно считать примерно равным 10, это примерно 10. Вот, так вот, логарифм натуральный это когда вместо двойки пишется число примерно равное 2,7 и смотрится сколько раз нужно умножить вот это число на себя, чтобы получить n. А что это за число 2,7? Да, это число e, но только оно, конечно, не 2,7, оно 2,7 и еще много разных цифр, ну, в общем, примерно 2,7. Есть такое великое число e, которое и управляет поведением простых чисел, а именно его нужно перенажать на себя и посмотреть сколько раз нужно умножить, что получилось примерно n. И вот именно примерно с такой частотой встречаются простые числа. Ну, давайте приведем пример. Например, миллиард. Если я взял число миллиард и стал от него отступать 999 миллионов, 999 тысяч, 999. 999 миллионов, 999 тысяч, 998. А потом наоборот, миллиард 1, миллиард 2, миллиард 3, да, отступил туда-сюда на миллион, в обе стороны отступил. Ну, с точки зрения миллиарда, ну, что такое на миллион отступить, да? Вот, так вот, сколько в этом диапазоне длиной 2 миллиона будет простых чисел? Ответ. Нужно поделить этот диапазон на логарифм натуральный от миллиарда, то есть на то, сколько раз нужно умножить на себя, чтобы получить миллиард. Удивительно, но это совсем немного, это что-то типа 22 или 23. Поэтому очень сильно противоречиво к интуиции, вот это вот, противоречит интуиции нашей. Оказывается, что в районе числа миллиард, ну, типа, каждое 20 простое, может, каждое 22, ну, в общем, очень много простых, их реально очень много. И когда вот я бываю в некоторой аудитории, я говорю, давайте проголосуем, сколько простых находится в диапазоне с 999 миллионов 999 тысяч до 1 миллиард и еще одна тысяча, то есть, и 1 миллион. Нет, 999 миллионов просто до 1 миллиард и 1 миллион. Вот этот диапазон длиной 2 миллиона чисел. Сколько в нем простых? Ну, и там, голосуем. Может быть, в нем вообще нет простых, да, другой вариант. Их меньше 10, третий там, меньше 100, больше 10, меньше 100. И так далее. и вот я разбиваю на такие диапазоны. И почти всегда те, кто не знают, по крайней мере, кроме тех, кто хорошо это знает, голосуют за какие-то варианты типа 100 примерно, ну, может быть, тысяча. Вот, а их гораздо больше, их больше, чем 10 тысяч, меньше 100 тысяч в этом миллионе. Вот, то есть, простые числа вроде как встречаются довольно часто, но, с другой стороны, как сказать довольно часто, а вот в районе вот этого числа, насколько часто они встречаются? Смотрите, как взять логарифм, ну, тут мне придется немножко воспользоваться, да, немножко воспользоваться знанием, что это 300, но логарифм 2. Логарифм 2, там чуть меньше единицы, но все это вместе, все равно, это 300, это огромное число, совершенно чудовищное. И вот с этой частотой простые встречаются вот в районе этого числа. Это уже очень редко. И посмотрите, вот мы ожидаем, что мы очень долго будем идти, прежде чем встретим простой, если нам, конечно, сильно не повезет, что здесь очень мало простых, а с другой стороны, Евклид со своей гипотезой. Как же так? То есть, если мы верим вот в это утверждение Гаусса, верим в то, что Гаусс был прав, то тогда крайне маловероятно, что гипотеза простых близнецов верна. Нет, скорее наоборот, мы ждем, что простые числа начинают встречаться хоть и медленно, но все реже и реже. То есть, скажем, вот я залез сюда, уже даже через 4 не идут, через 6 никогда не пойдут, может, через 12 пойдут один раз, а потом уже все, больше никогда. А если я возьму тройную экспонент, совсем высочайший экспонент, уже даже через 100 не будет никаких простых, то есть они будут друг от друга разбегаться, и фактически расстояние между соседними простыми просто будет стремиться к бесконечности. Поэтому у нас есть такие две конкурирующие гипотезы про простые числа. Одна античная, другая времен Гаусса. Античная гипотеза говорит, что простых близнецов бесконечно много, но она взята как бы с потолка, как говорится от балды, ну просто сказал это Евклид, и сказал, а вдруг их тоже бесконечно много, а вдруг не бесконечно много, то есть Гаусс, Евклид предположил, что их бесконечно много, а Гаусс пришел и сказал, ну как-то так вот я вам не знаю насчет бесконечно много, не бесконечно, но я могу сказать, что я считаю, что в среднем простые все-таки плотность того, как мы их встречаем в натуральном ряду, стремится к нулю, то есть она становится все меньше и меньше плотных простых, но это как-то частично это, конечно, противоречит первой гипотезе, но только как сказать, это же нет запрета, может быть вот здесь через два, а потом через очень большое промежуток, опять несколько больших, то есть нет никакого прямого запрета, есть просто две конкурирующие гипотезы, что простых близнецов бесконечно много, и что расстояние между соседними простыми числами на самом деле стремится к бесконечности. Вот, проходит время в районе 100 лет, в это время живет Пафнутий Львович Чебышев, который доказывает гипотезу Гаусса в приближенном смысле слова. То есть он говорит, да, плотность вот плотность простых чисел внутри натуральных, всех натуральных чисел, порядка логарифла натурального n, ну, плюс-минус что-то. В 91-м году, еще спустя 40 лет в 1891 году полностью строго доказывается эта гипотеза. В предельном смысле слова. Я не буду сейчас подписывать, чтобы никого не убивать, кроме тех, кто матанализом занимается. Формула в виде предельного соотношения. Предел плотности равен 1. Все, плотность действительно описывается формула в огарифле натурального ион. И, соответственно, гипотеза вроде как про то, что простые числа бесконечно отдаляются друг от друга, даже соседние, становится более предпочтительной, скорее более вероятной. И вот проходит еще 124 года. В 2013 году китайский ученый Итан Джанг опроверг опроверг гипотезу разбегания простых. Сейчас скажу, чего. Он доказал, что существует некоторое натуральное число расстояние некое расстояние порядка 70 миллионов такое, что вот на этом расстоянии соседние простые, на этом или меньшем расстоянии соседние простые повторяются бесконечное количество раз во всем натуральном ряду. Он опроверг вот это разбегание, он доказал, что существует расстояние, к которому будет возвращаться бесконечное количество раз снова. То есть вот эти порядки таких даже чисел, огромных чисел, и все равно будут встречаться даже среди таких чисел будут встречаться простые, которые находятся всего лишь на 70 тысячах друг от друга, миллионах друг от друга. Но что такое 70 миллионов? Это различие в 8 последних цифрах. То есть вот такое число длину во вселенную и последние 8 цифр. Здесь одни, здесь другие. Все остальные цифры повторяются и это оба числа простые. Он это доказал. Это совершенно невероятно было. Это был просто полный фурор. Ну и все подумали, что наверное теперь надо верить гипотезу Экклида. А? Да, как это? Я взял его статью, она 18 страниц. На третьей странице я честно скажу, что я вылетел. Я не смог понимать, что там написано. Но вроде как мои коллеги разобрали и сказали, что даже не безумно сложно. То есть там как бы виноградовские какие-то суммы. Я не знаю точно, там что-то с круговыми какими-то суммами и все. Игра. Ну в общем потом в течение 2013 года опустили до числа 246. То есть в данный момент, точнее тогда в 2013 году и вроде как спустя 10 лет тоже ничего не изменилось. Мы знаем, что во всем бесконечном натуральном ряду бесконечно часто встречаются простые на расстоянии непревосходящем 246. Все. Ну отсюда как до гипозефлида говорится рукой подать, но близок плод да не укусишь. Пока на этом все. Это я имею ввиду, что касается простых близнецов. Но я вам хочу рассказать про еще одну античную проблему, которая совершенно не решена. Она называется совершенные числа. Совершенно не решена. Совершенные числа. Ну и потом мы еще разберем вот это, а потом перейдем к вопросам и ответам. Нормально, да? Минут 10-15, чем мы математика, да? Чуть больше. А потом вопросы и ответы будут. Вот. Так вот, что такое совершенное число? Поднимите руку, кто это знает. определение. Собственным делителем числа n называется любой делитель, который не равен самому числу n. Ну, например, n равно 6, отсюда 1, 2, 3, это собственные делители. n равно 18, отсюда 1, 2, 3, 6, 12, да? Ой, молодец. А как вообще? Ой, конечно, что я вообще говорю? Боже, что я сказал. А как вообще посчитать все делители? Вот у вас есть какое-то число? Давайте возьмем какое-нибудь небольшое число. 40. Возьмем 40. Вот как посчитать, как перечислить все делители числа 40? Но вы же не будете один за другим пытаться делить и смотреть там на 2, на 3. Да, есть такой способ разложить на множители дважды 20. Это еще не все. Дважды, дважды 10. Это еще не все. Это дважды, дважды, дважды 5. А вот это уже все. И мы пишем это 2 в кубе на 5. И отдельная интересная ситуация состоит в том, что такое разложение у каждого натурального числа единственное. Это называется снатерем арифметики. Это, что называется, см в интернете. Про это очень много моих, в том числе, лекций. Так вот, такое разложение у каждого числа единственное. А если так, то какие делители могут быть у числа 40? Как они должны выглядеть? Степень двойки какая-то умножить на степень пятерки. Причем степень пятерки не больше единицы, а степень двойки не больше трех. Значит, оставим табличку. Степень двойки может быть ноль, это единица, один, это два, два, это четыре, три, это восемь. А степень пятерки может быть ноль или один. И вот у меня табличка всех делителей числа сорок. Правда? Один, четыре, восемь, пять, десять, двадцать, сорок. У числа сорок восемь делителей, и из них семь являются собственными. То есть, вот это убирается, вот это собственные делители. Так, ну и что же, следующее определение, значит, определение один, и, наконец, определение два. Определение два. Число n называется совершенным, если оно совпадает с суммой всех своих собственных делителей. стоян, ну, больше единицы, чтобы не мучить вопросом у единицы, какие собственные делители. Ну да, в принципе, их вообще нет, а сумма пустого множества какая? Да, сумма пустого множества любых чисел равно нулю. В общем, чтобы не мучить вот этими вывертами, вот физики ненавидят это. Они ненавидят, когда мы начинаем рассуждать про суммы пустого множества чего-то, про какие-то такие определения, что произведение пустого множества любых чисел равно единице. Они говорят, вы зачем, вам нечего делать? У вас мало задач интересных? Вот у нас в физике очень много задач. Мы ерундой не занимаемся. Но мы математики очень любим заниматься вот такой ерундой. Строгость превыше всего. Вот, поэтому давайте, чтобы вас не путать, n больше единицы. Ну, значит, совершенное число это число больше единицы, которое при этом совпадает с суммой своих делителей, например, 6. А вот 18, это, например, совершеннолетие, да? Наверное, раз совершеннолетие, это уж точно совершенное. Нет. Значит, законодательство неправильно назначает совершеннолетие. Оно не в 18 лет. И в самом деле, современный человек в 18 лет это просто ребенок. Правда? А когда примерно взрослеет человек? Когда его можно назвать уже совершеннолетним? Вот тут прошаренные говорят, что в 28 лет. 28 разумное, да? Время уже задуматься о семье, да? Тут такое, ну, я плохое говорю, конечно, о семье лучше уже в 20 думать, даже в 18. Ну, в общем, я к тому, что, наверное, 28 не зря похоже на совершеннолетие. И правда, какие, собственно, делители числа 28? 1, 2, 4, 7, 14, и все. Можно по той же схеме разложить, будет 7 на 2 квадрат. Суммируйте. Совершенное. Все. Значит, в жизни любого человека есть как минимум два совершенных числа, а в жизни пророка Мафусаила их три. 426. Нет. Вот так. А дальше уж я не знаю, 8128. Это код на моем подъезде в Измайлова. Приходите и нажимайте, проверяйте. Вот так, что, очень легко передать об этом информацию. Приглашаешь какую-нибудь математику и говоришь, вот, это единственное четырехзначное совершенное число. А, 8128. Отлично. Все. Легко запомнить, легко восстановить, если забыл. Вот. Но там правда в номер квартиры, в и дальше вот. Вот теперь я прям выдал вам. Но я никого особо не боюсь по этому числу. в интернет перешел код моей квартиры. Так, в смысле не квартиры, а этого, подъезда. Так вот, что можно сказать про совершенные числа? Здесь есть с одной стороны теорема Евклида-Эйлера. Такая вот странная теорема с именами, разделенными двумя тысячами лет. Теорема Евклида-Эйлера. Так, сейчас я все это сотру и сформулирую ее. Теорема Евклида-Эйлера. Пункт первый Евклидовский. Пусть П это предыдущее число перед степенью двойки и при этом простое. То есть пусть П является простым числом специального вида. 2ВН и минус 1. Тогда Н М, извините, М, которое равно 2ВН минус 1 умножить на 2ВН и минус 1 совершенное. Задача на дом убедиться, да, это несложно, это вы собираете по этой вот схеме все делители этого числа, суммируете и там все прям пересокращается и видно, что само число. пункт 2 Евклид. Ой, Эйлер. Спустя 2000 лет после жизни Евклида. Все четные совершенные числа, все четные совершенные числа образуются по этой схеме обязательно. По этой схеме. то есть, если есть какое-то четное совершенное число, то оно точно равно вот такому выражению, где вот это множитель является простым. То есть, после того, как вы разложите его на множители, берете четное совершенное число, раскладываете его на множители, и оказывается, что в его состав входят двойка в огромном количестве и одно простое число вида 2 в n-1, а двойка еще ходит ровно n-1 раз. То есть, очень легко запомнить. 2 в n-1 умножить на 2 в n-1. Еще раз. 2 в n-1 умножить на 2 в n-1. То есть, 2 в n-1 можно прочитать двумя разными способами. Можно двойку в n-1, а можно 2 в n-1, а потом в n-1. Так вот, вы обоими способами читаете и перемножаете. И все. Из-за этого очень легко запомнить. Потому что не надо ничего. Надо просто помнить, что это дважды 2 в n-1, а дальше перемножаете и все. Значит, это уже более сложное, но, в принципе, за одну лекцию даже для не очень подготовленной аудитории это можно. Ну, нет, нет, там требуется некоторое свойство про суммы делить. Ну, в общем, это, скажем так, для мат-класса это вполне сносно за одну лекцию можно сказать. Вот. А вот теперь вопрос. Это же четное все, да? А что с нечетными? Что с нечетными? Ну, вот тут есть пункт 3. У этой теоремы есть пункт 3. Нечетных совершенных чисел не существует. Вот это вот так в математике существование такой значок. нет, нет, да, нет, нет, нечетных совершенных чисел, нет, ни одного. Эта теорема не доказана и не опровергнута. Компьютер, конечно, заряжен проверять каждое следующее число, вдруг оно окажется совершенным. где-то там он болтается где-то в районе нескольких триллионов, да? больше, наверное, может быть, там 10-17, да? Не знаю. Где-то там, да, еще больше. В общем, он все, что мог, проверил, ничего нет. Сейчас едет, едет каждый день, едет, может быть, завтра мы встанем утром и увидим в новостях дрон упал недалеко от, ну ладно, чего-нибудь, не знаю, берем не Ивановская. Вторая новость. Найдено нечетное совершенное число. Третье. Путин приехал в Китай. Вот такая. Если найдут нечетное совершенное число, я вам гарантирую, что в Mail.ru появится эта строчка, потому что сейчас в последние годы мы как-то сильно разожгли свои популяризационные деятельности, да, этот интерес такой вот к математике, потому что там наверняка приведут, это будет в новостях, если его найдут. Но гораздо более вероятно, что компьютер так ничего и не найдет, а доказательства это доказательства, это, понимаете, это не хухры-мухры, мало ли, что компьютер проверил до 10 сотых даже когда-нибудь может быть, хотя это вряд ли. Нам нужно строгое доказательство, что их нет. Так, ну и вот еще одну я хочу вот, да, рассказать про удивительную совершенно историю тоже с одной древнейшей нерешенной задачей. Вот треугольник. Надо разделить его на две равные части. Как? Правильный треугольник, да. Вот так, правда? А на три? Правильно. Например, вот это будет часть, вот эта часть и вот эта часть. а на четыре? На четыре можно даже равносторонних. На шесть, пожалуйста, вот шестая часть. А на пять? А на пять? А вот это они на пять? Вот, вот раз, два, три, четыре, пять. На пять. Они равны друг другу или нет? Они по площади, конечно, равны, а так-то они равны или нет? А что такое равны? Совпадают при наложении. То есть мы можем их наложить друг от друга, чтобы они совпали. Совершенно верно. Определение равенства фигур. Любые две фигуры равны, если они совпадают при наложении. Вот смотрите, сейчас я, сейчас будет взрыв шаблона. Я сейчас нарисую две равные друг другу фигуры, а потом две неравные. Но пока закройте глаза. Я вот здесь нарисую равные, вот здесь равные фигуры, так? А здесь неравные фигуры. Но вы, вот вы должны, как бы, в этот момент вы должны просто понять, вот таковы правила игры. Это так, потому что одни сопадают при наложении, другие нет. Первая фигура имеет вот такой вид. А, да, 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 да. Конечно. Так, красная и синяя фигуры, сейчас я их нарисую, вот, значит, красная и синяя фигуры будут друг другу равны сверху, И красные и синие фигуры не будут друг другу равны снизу. Так, все квадратики одинаковые. Открываем глаза. Красная фигура – это подмножество плоскости, состоящее из двух одинаковых квадратов на расстоянии ровно одного такого квадрата. А это тоже подмножство плоскости, состоящее из двух таких квадратов на расстоянии одного квадрата. И мы можем наложить их друг на друга вот так вот, плоскость, сдвинув вниз. А это неравные фигуры, состоящие тоже одна и другая из двух одинаковых квадратов, но расстояние здесь такое, здесь такое. Как вы не двигаете, вы не имеете права плоскость сжимать, вы всю плоскость как единое целое должны двигать. Вот это надо рисовать всегда, когда вы объясняете равенство фигур. Всегда. Иначе не будет до конца понимания, что такое равные фигуры. Так вот, эти фигуры неравные, тут углы разные, очевидно. Поэтому это неправильный ответ. Переводчить можно. Переводчить можно. А теперь внимание. Правильный ответ на эту античную задачу получен тоже в 2013 году. И знаете, какой он? Можно. Студию. Да. Разбираем. Давай вместе разберем. Иди сюда. Разберем на части. Давай. Вот разбери их на части и покажи просто. Вот это есть та самая фигура. Видите, вот фигура и вот фигура. Наложить. Вот. Видите, совпало. Согласны? Совпало. Правда? Совпало? Совпало. Отлично. Следующую давай. Две желтые давай сопадут. Вот. Ну, короче, вы уже, наверное, видите, что это все. Одна этаж фигура. Только иногда надо будет перевернуть чуть-чуть. Вот так. Раз. Вот одна этаж фигура. Ну, и красненькую, да, можно приложить куда-нибудь. А потом ты, наверное, соберешь обратно это все. Вот. Все. Вот красный, желтый. Ну, короче, все фигуры равны друг другу, а в объединении они образуют правильный треугольник. Это был, так вот тебе это самое, это был полный взрыв мозга. Вообще, да. Да, возьмите по залу, просто запустите эту фигуру. Это способ разделения треугольник на 5 равных частей. А кто это выдумал? Ничего подобного. Вы не патриоты. Какой еще китаец? Это выдумал русский ученый Михаил Патракеев из Екатеринбурга. Вот так вот. Он, ну, как, тут видите, как доказательство путем просто предъявления. Как это выдумать? Вот это другой вопрос. Как это можно выдумать? Ну, вот он как-то долго над ней думал. Я не знаю. Я с ним не знаком. Мы с ним ходили. А вот мы чуть-чуть не пересеклись. Он ездит на зимнюю математическую школу. Раньше ездил в Екатеринбурге. На которую меня скот-минент начали приглашать. Но он уже перестал ездить. Рассказывали, что он однажды в 5 утра встал и приклеил клеем все ботинки всех участников к полу. И ушел на лыжу. Не знаю, правда или не правда. Но рассказывали, очень ржали, вспоминали. И вообще говорили, что это совершенно эпичный персонаж. Но вот я его не застал. Вот. У него даже в Фейсбуке был вот этот вот, как называется, аватар вот такой. Так что вот так вот Евклидова, как это, древнейшая античная проблема, решенная в Екатеринбурге в 2013 году. Но здесь есть проблемы, ждущие своих героев. Никто на свете не знает, можно ли разделить на 7 до сих пор. Даже таких вот, не знаю, зачли ли бы такое решение во времена Евкалида. Ну, наверное, удивились бы, но подумали, зачесть или нет. Никто не знает, можно ли разделить пятиугольник на связанные фигуры, равные друг другу. Вот такие, не разорванные на части, а на кусковые. Вот насчет выпуклых, я думаю, что доказано, что нельзя, да? Мне кажется, на выпуклые есть доказательства, что нельзя? На выпуклые. Или тоже нет? Выпуклые. Но что нельзя разделить правильный треугольник на пять выпуклых, честные. Я тоже не помню. Но, скорее всего, это, да. Вот. А вот на кусковые, может, не выпуклые, но, тем не менее, все-таки из одного куска стоящие, никто не знает тоже. Вот. На этом я, пожалуй, завершаю. Осталась только наша вот эта загадка. Привожу решение Сергея. А, у тебя есть, да? Положение, например, решения, за то, что получается девять в десятой, в год, и в год? Нет. Потому что два в степени три. Ну, как бы это сказать? Ну, в пятидесят... В общем, здесь... Нет, ну, восемь в пятидесятой, это два в степени три в пятидесятой. То есть два в степени сто пятьдесят просто. А нам-то... А, в смысле, сейчас... Написать... А, написать просто здесь восемь в степени... Два в степени девять в пятидесятой, а здесь три в степени восемь в пятидесятой, да? А, так. Ну, на самом деле, на этом пути, безусловно, можно получить решение, если воспользоваться концепцией логарифма и аккуратно все посчитать. То есть это можно, но это знать логарифмы. А без логарифмов? Директор сейчас попробует... И это правильно. Да, посмотрите, слойку скажу, можно ли помасить? Можно. Давайте. Я прям все стираю и... Так вот. Да. Я, в общем, сперва решил сравнить вот эти степени. Какая степень будет? Вот. Значит, здесь, на самом деле, применяя по парам, получается, по парам на эту степень, то вы получите по пятьдесят. Я, значит, взял, просто взял три по второй степени, и два по второй степени, и два по второй степени в четыре. Их сравню. В четыре? Ну, то есть два... А, третий. Третий, да. И действительно получилось вот так вот. Вот степень и вот. А, ну да. Это степень больше этого, это правда. Но это число меньше этого. То есть... Так. Это число 32 по 9, то есть получается, что это больше. Это да. Потом я, значит, взял двое степень, так. Три четвертый, два, четвертый. И получилось тоже больше, но значительно эти числа, как бы, разница больше выше. Потому что здесь, на самом деле, получается, на 10 будет 81 число. Да. А, 64. А здесь были четвертые 22. Ну да. А, значит, у нас сейчас сложилось, что чем больше, вот это, при этом сильнее, то у нас, грубо говоря, сильнее, если у них меньше, то разница. Да, да, да. Сильнее. То есть здесь она будет уже достаточно большой. Да, я сделал так, что, как я уже говорил, что приедем в большую степень вот это, ну, разница в том числе. Очень большое число. Ну, а здесь, ну, оно значительно меньше. И потом дальше мы берем равное число третьим. То, что сейчас написано в целом верно, требует доведения до, давайте похлопаем, да. Требует доведения до точности. И вот доведение как раз именно в этом ключе сделано Сергеем на предыдущей лекции. Это твоя, да, идея была 4 написать? Да, да. То есть, смотрите, а что, если я вставлю между ними 4 в степени 2 в 150-й? Тогда будет очевидно, вот это будет очевидно, правда? Заменил на еще большее. То есть, если я докажу, что 2 в степени 300-й больше, чем 4 в степени 2 в 150-й, то тем более будет и дальше. Но дело в том, что 4 в 2 в 150-й это 4. Это что такое 4? Это 2 в квадрате в степени 2 в 150-й. Это 2 в какой? Ну-ка. Правильно, 2 в степени 2 в 151-й. Всего лишь. Поэтому осталось доказать, что 2 в степени 300-й больше 2 в степени 2 в 151-й. Ну и тут вот как бы по сути логика Кирилла, нужно ее строгость, строгое, нужно просто доказать, что 300-й больше, чем 2 в 151-й, правда? Вот. Мы уже видели, что оно становится все больше и больше, и, конечно, в конце все станет. Но я предлагаю такой метод, смотрите, такой совсем строгий. 3 в 100-й больше, чем 3 в 98-й. Не поспоришь? А это 3 в 7-й в 14-й. Правда? Полезно знать 3 в 7-й наизусть. Это 2 в 187. Ну а 2 в 187 больше, чем 2 в 2048. Никто же не будет спорить с этим. А что такое 2 в 2048? 2 в 11-й. 2 в степени 11-й, но что на 14-й, это 154. Все. Больше, чем 2 в 151-й. Все. То есть мы сводим к одинарной экспоненте и дальше разбираемся с ней тем или иным методом. Действительно, эта штука все больше и больше растет. 9 в 8-й в 50-й. Это что-то, я думаю, порядка 60. Можно посмотреть внимательнее. Еще больше. Потому что это 1 плюс 1 в 8-я в 50-й. Это 1 плюс 1 в 8-й в степени 6 и даже больше. А 1 плюс 1 в 8-й в 8-й это как раз примерно Е. Если кто знает. Е в 6-й это ну очень много. Это 400. В общем, это отношение к 400 примерно получается. Ну вот. На сим я лекцию завершаю и отвечаю вам на ваши вопросы. А тебе спасибо за... Здравствуйте. Меня зовут Сергей. Слежу за вами и благодарен, что вживую получилось увидеть вас, послушать. Спасибо за лекцию. Вопрос такой. Я от вас, по-моему, услышал, что простые числа, они используются в криптографии. В современном мире. Безусловно. А есть ли какое-то практическое использование совершенных чисел? Я не слышал про это. Серег, не слышал? Вот. Дело в том, что простые числа, которые порождают совершенные, про них простоту очень быстро проверять. Поэтому можно получить невероятно большие простые числа таким образом. То есть совершенно числа... Работают вот через это, да. Но, если честно, я вот когда на этом подумал, я вот как-то говорил на лекции, что вот, там, это вот механизм получения огромных простых чисел. Блин. Ну, по этому механизму любой вор может взломать систему тоже, считая именно такие, да, догадываясь, что используются именно такие огромные простые числа. То есть это не очень надежно, наверное. Но, возможно, тем не менее используется. То есть через простые числа можно узнать... Ну, простые числа вообще используются в построении механизмов криптографии, да, защиты и так далее. И если есть большие простые числа, это вроде как сложно сломать. И если, например, мы знаем, что такие числа легко проверить, когда они большие, на простоту, а взломщик не знает, то это работает. Но если взломщик тоже это знает, то не знаю. Вообще хороший вопрос. Извините за блин. Вырвалось. Здравствуйте. Вот, что бы вы хотели поменять в системе образования российского математического? Только математического? Да, только математического. Ну, можно и пошире, если вы можете. Ну, тут такой очень долгий разговор, прямо огромный. Ну, да, поэтому давайте на математическую. Ну, значит, если главный вопрос все равно был, остается и будет на ближайшее время, это вопрос кадров. То есть вопрос, в первую очередь, зарплат, конечно. А во вторую очередь, положение учителей в системе образования сегодня, да, когда они делают огромное количество несвойственной работы, не, так сказать, связанной с прямыми обязанностями, как учителя. С дисциплинарной властью, которой у них часто нет. Значит, что касается, если не брать вот эту кадровую проблему, непрерывно об этом везде мы постоянно говорим, да, что без учителей не бывает учебного процесса. Это такая вот очевидная всем истина, которая четыре года назад, я озвучивал ее в период начала вот этого коронавирусного, значит, всего дистанционного, да, периода. Я озвучивал ее, и на меня смотрели как на идиота. Ты что, все уже, зачем учителя? Они вообще не нужны. Ты лучше объясни своим знакомым учителям, что им делать через два-три года, когда уже во всем мире будет только экран везде вести. Я говорю, вообще все сумасшедшие здесь в Кремле, или нет? Я прошу прощения, да. Ну, в общем, не было понимания, считали, что это я сумасшедший, упираясь в какой-то старый традиционный формат. Значит, слава тебе, Господи, сегодня никто из администрации президента не повторит то, что говорили четыре года назад. Никто. Все понимают, что учитель – это главная фигура. Но кормить не хотят. Ну, как бы так бывает, да, ты у нас главный, так и работай, ты же, ты же, о, самая главная профессия, так зачем тебе платить-то? Ты иди, работай, вот тебе положи. Но если бы еще как бы хотя бы вот это остальное, да, починили, то пошла бы работа в тех регионах, где зарплата неплохая. Таких регионов есть несколько, например, Москва. Но если брать не кадры, а остальное, то есть очень большая беда с формализмом и с гонкой. То есть когда написано, что программой нужно уложить вот то-то, 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 и все больше-больше втыкают, и потом гордятся где-то, да, у нас такие крутые программы, да. И если я встаю и говорю, а дети-то усвоили программу, то получается конфуз, потому что это никто не проверяет. Никто проверяет формально там какие-то задачи одинаковые, дают на ЕГЭ из года в год, похожие друг на друга. Вот. И более того, это же на 60 баллов сдать ЕГЭ, ну вот, не знаю, ты в каком классе? В восьмом. В восьмом. Я думаю, ты сядешь за профильный экзамен и сдашь на 80 примерно, если сегодняшнюю школу применять. Ну вот, порядок такой, да, то есть совершенно не требуется, во-первых, знание последних классов, чтобы хорошо сдать ЕГЭ. И, во-вторых, вообще, ну, как сказать, ЕГЭ, он весь заточен под то, чтобы проблему закатать под ковер. То есть, чтобы показать, что у нас образование растет. Вот, например, только где-то в апреле Путин выступает и говорит, надо, нам надо повысить качество инженерного и, естественно, физико-технологического образования. Там, где делают ЕГЭ, говорят, есть, сегодня же повысим. И дают такой вариант, что он, во-первых, от Владивостока до Москвы почти одинаковый, во-вторых, гораздо проще. И, в-третьих, шкала перевода еще более. Да, 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 оно категорически уменьшается. Вот. Ну, да, да, да. Ну, в общем… Нет, ну, это как, это, это как сказать, там… Конечно, конечно. Но вместо того, чтобы это объявить и с этим работать, да… Ну, что делать, что делать? Меня устроит вариант, как в Министерстве обороны пригласили человека, который что-то делать стал. Я бы с удовольствием… Что делать? Это самая важнейшая, важнейшая вообще государственная задача – это восстановить массовую школу. А ее он не замечает, ее игнорирует… И все, да? Ну, то есть, как бы, идет некоторое оправдание этих людей, чтобы не совсем все безобразно выглядело. Ну, в этом ли наша задача, чтобы все не безобразно выглядело, если это безобразие? Да? Я говорю, я прихожу, говорю в администрации, говорю, давайте проведем честный ЕГЭ. Ваш ЕГЭ, не надо ничего менять, просто честно проведите. Непредсказуемые по там задачам, которые, ну, там, без демо-версии, ну, понятно, да? Проведите его честно, и вы посмотрите на результат. И что, а как? А что мы будем с этим результатом делать? Хорошо, то есть, вы понимаете, на самом деле, где мы находимся, да? Зачем тогда дурку валять? Вы объявите это всем, что многолетний эксперимент в области образования закончился полным провалом. Спасибо всем за внимание. Теперь засущиваем рукава и начинаем работать, да? Вот что надо делать. И все. По-моему, ясно, что это надо делать. Но пока до полного сознания не дошло. Хотя, честно вам скажу, что меня очень порадовал совет. В Дугне, который провел президент. Очень порадовал. Там были сказаны все правильные слова. А, ну, как ни крути, все-таки, от слов до дела может быть далеко. Но если даже слов нет, то дела точно не будет. Вот это надо понимать. То есть, если несколько лет назад говорилось, что надо думать о каждом школьнике, да? О каждом школьнике. Каждый школьник должен иметь шанс. Все школьники должны зарегистрироваться во всех платформах и иметь шанс попасть в сборную, там, в Сириус. Все школьники. И ни слова про учителя, да? То спустя несколько лет уже говорят, нам надо понять, что происходит с кадрами. Нам надо понять, да? То есть, слова начали произноситься правильно. Давайте подождем. Может быть, и дела будут. Кто его знает. Спасибо тебе за такой вопрос. Так сказать. О! Единственное. Прекрасно. Озвучиваю. Я немножко в сторону. У нас автобус 15-20 отходит. Мы ее попросили сдвинуть. Я надеюсь, сдвинуть на 15-30. Но если кто-то оттуда потянется из школьников, не удивляйтесь. Это из автобуса школьного. А, если кто будет уходить? Ну да, я думаю, больше, что здесь было. И у меня вопросы. Можно ли решить задачу про 2 в 3 в сотой или 3 в 2 в 150 через прогрессию? Не знаю. Я не знаю. Ну, скажем так, используя там… Я думаю, что про прогрессию… Фактически Кирилл, ваш директор, он именно это и говорил. Что это растет с каждым разом все быстрее, чем это. Потому что отношения возводятся в степень. Это, в общем-то, и есть решение через прогрессию. По сути, так оно и решается. Да. У меня такой вопрос, он касается школ православной и атеистического, так сказать, мировоззрения. Вот я начисто думал… Вот была физика. Физика дошла в какой-то момент, ньютоновская физика, до полного атеизма. Все понятно, все решили. Или бог сейчас общик, там еще была теория. Но смысл в том, что как-то люди так встали на эту позицию многие. Потом произошла вот эта квантовая революция. Все как-то немножко присмирели. Мне так было, что в физике атеизма стало поменьше. Просто из-за меньшей уверенности в том, что все знаем. Потом есть, например, биология, которая сейчас является вообще в авангарде. Атеизм – это моя родная стихия. Я знаю прекрасно людей, которые там вращаются откуда. А что насчет создания жизни? Ну, надо с ними разговаривать, конечно, на эту тему. А что с ними разговаривать? Они говорят, мы не знаем. Мы не знаем, но бога нет. Мы не знаем, но бога нет. Не знаем, но мы узнаем. Вот типа завтра они… Да, завтра все объясним. Сегодня вероятность возникновения жизни 10 в минус десятитысячный. Ну, завтра мы подкрутим там, как вы ЕГЭ подкручиваете, мы подкрутим. Ну да, да. Это маньян. Минус десятый, да. Как Грузия говорит, послезавтра или зимой. Да. Нет, нет, но там на самом деле достаточно биологии, чтобы очень серьезно призадуматься как раз. Удивительно, что биологи самые ярые атеисты, при том, что как раз из нее, особенно из вот этой теории эволюции, все и видно. Да, да. Ну вот из биологии, да, я хотел к математике перейти. Вот математики были ли какие-то такие зависимости, как физики, и вообще вот есть ли какие-то интересные взаимосвязи по областям, например, в диагностике, вот и с каким-то таким уверенностью в том, что там бог есть, бога нет, или это вообще не связано? Ну, значит, на самом деле математиков, которые не верят богу, очень мало. Не потому, что там есть какие-то вот стопроцентные доказательства, их не может быть. Не может в принципе научная... Надо понимать, что такое наука. Наука – это чрезвычайно скромная, на самом деле должна быть, чрезвычайно скромная деятельность, просто по использованию неких законов природы, в которые мы верим, там, в закономерностях каких-то выводов, там, тренировок ума, это в случае математики, и, соответственно, там, ну, применение к жизни вот этих вот физических, химических и прочих, ну, понятно, установленных, короче говоря, законов природы. И все. Наука не может чего-то доказать или не доказать. Когда там кто-то говорит, а вот летал Гагарин, он не видел бога, да? Вот. А я это вычитал в одной классной книге, называется «Несвятые святые». Вы ее, конечно, знаете все. Там пример, как в Псковский монастырь пришел какой-то тоже пропагандист и говорит, ну, как же, вот Гагарин уже летал, уже все, бога нет. Он говорит, ну, вы недавно ездили в Хельсинки? Ездил. Президента видели в Финляндии? Нет, нет, ну что вы. Ну, значит, его нет. Спасибо. Ну, на самом деле, все это очень, как бы, все разговоры между наукой и религией, по-честному, вообще все эти разговоры, они очень сильно как-то вот, ну, это некоторая профанация. Там в реальности не доказать ниаправленность на самом деле нельзя. Можно видеть что-то, что на что-то намекает. Вот в математике конструкция с переходом через бесконечность, предельный переход, ну, что это еще, если не божественные какие-то речи, да? Но, с другой стороны, как это можно, как в этом можно убедить убежденного атеиста, да? Он скажет, это просто формальная конструкция. Просто то, что удивительно, что в науках вот типа биологии или там старая физика, но биология меня удивляет, потому что есть люди там очень умные, маститые, типа Гельфонда, такая уверенность. Это мне совершенно непонятно, это мне все непонятно, но все-таки это идеологическая заряженность просто. То есть есть, на мой взгляд, есть правила игры, которые при нарушении ты как бы отодвигаешься куда-то, но там в жесткой форме просто выгоняют из института. Есть такой фильм, называется он так. Экспеллд, он английский. Экспеллд, но интеллигенс элауд. Это игра слов. Очень такая тонкая игра слов. Значит, что такое интеллигенс? Это ум, да? Грубо говоря, ум. Но одновременно интеллигент дизайн – это гипотеза, конкурирующая с бездушной эволюцией. Понятно, да? Разумный замысел. То, что мы переводим как разумный замысел. То есть здесь как бы написано, что запрещен разумный замысел, но с другой стороны читается как ум запрещен. Вот это очень тонко. Это очень сложно перевести с английского. Фильм про то, как разные ученые, очень высокого уровня на Западе, в разный момент высказывались, что все-таки единственной разумной на сегодня гипотезой в происхождении и развитии жизни является разумный замысел, конечно, с внутривидовой эволюцией, которую никто не отрицает. Но при этом после этого сразу такая планочка. Экспеллд, двоеточие, уволен с работы в таком-то году, какой-то день. Потом следующий выступает тоже. Это самое аккуратно-аккуратно, что мы видим, что в общем теория эволюции несостоятельна. Ну, что там придет на смену, разумный замысел или еще что-то, мы просто не знаем. И опять плашка такая. Экспеллд, двоеточие, уволен с работы в таком-то моменте. Но это на Западе. У нас такой жесткости нет. У нас только они вот в Кудрявцево прижали, где, видимо, сняли это вот из тут генетики. Я, кстати, не знаю окончания истории. Я лично за него вступался и звонил, писал начальство, короче, вран, чтобы лично защитили. Потому что человек участвовал в богословской конференции, где было вот как раз пророк Мухасаил, который дожил до третьего совершенно числа. Вот. Но там как бы было, что столько-то жили, а потом жили меньше. Почему это произошло? Ну, на богословской конференции, естественно, это была там отсылка к тому, что греховная природа так или иначе повлияла. Но это богословская конференция. Ну, считай, если им это не нравится, пусть вообще считают, что это театр. Но какое они имеют право переносить в профессиональную жизнь вот этой науке генетики и выгонять его с места директора института. То есть там, конечно, мафия та еще. Ребята, Гельфан, Панчин, это просто мафия. Вот. И как бы, ну вот, однажды предложили Гельфанду диспут со мной. Он сказал, что он себе не на помойке нашел, чтобы с Аласеевым дискуссироваться. Ну, я подставил вторую счету. Гельфанд, это биоформатика очень известная, именитая и такой в авангарде. Ее ученик Панчин Александр на курсе мафии, старших в вашем числе. Это известные личности в богоборчестве, в новом русском богоборчестве. Слава тебе, Господи, храмы не взрывают, и на том спасибо. Аминь. Так, ну давайте еще. Здравствуйте. Читал, что вы хотели лично встретиться с Путиным, но почему-то встреча не получалась. Нет, нет. Как дело обстоит на сегодня? Никак, не допускают. Только теперь уже не только до Путина не допускают, теперь никуда не допускают. Один чиновник высокого уровня хотел там меня ввести в некоторый совет. Я сейчас не буду указывать имена. Ему сказали, что не вводите, если на этом совете он скажет, что нужно посадить там все издательство просвещения, что мы будем делать дальше. Вот он скажет это в прямом эфире. Ну то есть как бы не приглашают никуда, понятно все. Но с другой стороны, зато приглашают в тайные встречи, в тайные. То есть я захожу с дальнего черного хода в эту администрацию президента, и меня там обнимают, принимают, чаем поют, разговаривают, как все будет. Но это все по секрету, то есть меня там не было. Нет, ну это в интернете уже пошло. Ну просто в администрации президента много отделов, и никто не знает, в какой именно. Нет, короче, отношения очень странные с властью. То есть с одной стороны, конкретные представители власти ко мне относятся очень хорошо. И более того, многие чиновники высокого уровня полностью разделяют мою обеспокоенность в будущем страны, с такой системой образования, в какую оно зашло. Но при этом как-то вот не настало, видимо, время, чтобы просто взять и объявить, что это было огромной большой ошибкой. Но не настало время. Но может когда-нибудь настанет. Надо долго жить в России. Известен такой принцип. Надо долго жить в России, чтобы дождаться, пережить все такие странные периоды. Но был у нас прецедент на становление полностью из руин. Это в 1930-х годах. После 10 лет адских экспериментов. Окаянных просто. То есть наши не снились тем, которые сейчас шли, но зато наши шли долго. То есть это называется варить лягушку постепенно. Те пытались сразу ее оба-бах, кипяток. И она выскочила. То есть через 10 лет выяснилось, что все это полностью упало до нуля, уровень школьников. За 10 лет экспериментов. Сегодня ровно те же эксперименты проводятся, но в режиме «мы вам советуем, мы вас постимулируем деньгами». Тогда заставляли, а сейчас советуют. Длинный срок. Ну, длинный срок, но мягче. Получается, может быть, эффект тот же самый примерно. Но знаете, в чем беда? За 10 лет педагогическое общество не сильно изменилось. А за 50 уже настолько, что нужно отыскивать днем с огнем тех, кто несет еще старую традицию. И именно на них будет основано восстановление. Я, когда слушаю сегодняшних чиновников, опять, когда выходит товарищ Фальков и говорит, образование 21 века – это не то, что 20-го. Думаю, блин, ну опять. Когда же, наконец, они выйдут и скажут, все, мы поняли, образование любого века – это то же самое, что образование любого другого века. Как у нас говорят, Иисус Христос один и тот же. Во все века, да? Также система образования, вот эта школьная система образования не меняется. Классно-урочная система – это ровно то, что работает, и работает только оно. В дополнение, пожалуйста, кружки, всякие проекты. Но на базовом уровне, конечно, в школе до обеда, что называется, все как надо. И вот когда они это объявят, тогда будет ясно, что кто носитель-то. А носители – те, кому под 70, под 80. Отлично, мы их приглашаем воспитывать новое поколение учителей. Вот когда это будет сказано, появится надежда на то, что будет движение в правильное направление. Пока, к сожалению, это, если и сказано, ну не всеми. То есть какие-то люди говорят, какие-то потом сражают, какие-то дискуссии происходят. Ну, я не знаю. Мы здесь играем роль довольно большую. То есть родная школа, безусловно, вхожа в тайне в определенные места, где пишут программы, где пишут концепции. Ну, может быть, мы сможем повлиять. Поглядим. Еще вопросы? Меня зовут Ярослав, мне 8 лет. А вот как мне стать таким же умным, как ты? Я не умный совсем. Умный перельман. И как стать умным, как перельман, я не знаю. Наверное, надо родиться. Но вообще, если ты хочешь стать умным, так задачи решай. Много-много. Ничего. Но про зарядку не забывай. Утром обязательно зарядка. Я своих поднимаю, ну, живо-живо, это самое, и так далее. То есть без физкульт-приветов, а от культа-приветов не существует. Разрешите, я еще расскажу пару секретов про лектора и вашего директора. Вы этого точно не знали, более того. Они это сами не знали еще два часа назад. Я только помнил, я помнил имя и фамилию, что я где-то встречал. Оказывается, ваш директор студент нашего лектора. Я вел комбинаторику, семинары. Лектором был Ройгородский, а семинаристом я. Возможно, кстати, я вел семинары в параллельной группе, но ведомости попадались. На лекции я был всегда, я присутствовал. Так что мы виделись там. Это второй секрет. Первый секрет, что они все члены одной секты. Это что за секта такая? Это секта тех, кто ответил на вопросы о код. А. Это есть такой хитрый проект, очень секретный, мафиозный и так далее. Я сейчас повторю один из вопросов этого, потому что здесь детей уже почти нет. Они сейчас уши закроют, здесь сидят родители. И я хочу, чтобы Алексей Владимирович еще раз ответил на этот вопрос публично. Готов? Ты думаешь, я помню, как я ответил? А не надо помнить. Надо просто на него честно ответить. Ты же честный человек, но для себя. Допустим. Математик сразу видно. Сделаем такое предположение. Да, сделаем предположение. Вопрос вот такой. Я стараюсь, я стараюсь, я стараюсь. Стоит ли убивать жизнь своих детей кружками, секциями и так далее? Убивать детство вместо того, чтобы дать им пожить, побездельничать, повеселиться? Спасибо. Интересно, а что они будут делать, если они не будут ходить на секции? В лучшем случае, если у них нет смартфона, то бездельничать и веселиться. Если смартфон есть, я молчу. Мы своим не даем смартфона раньше определенного возраста, и это довольно высокий возраст. Но вот в этом году мы Свете подарили, ей в 13 лет вспомнилось, до этого не-не. Ну, вроде как, там вот есть спор, спор есть между 10 и 14, но нет ни одного нейропсихолога, кто бы говорил, что можно давать смартфон ребенку до 10 лет. Ни одного на свете. Это не только Россия, ни одного на свете. Все исследования, которые были проведены, все говорят только об одном. Смартфон в детстве убивает человека. Просто убивает в нем все. Все, 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 все. Так вот. Угу. Угу. Да. ну да ну в общем да это нет это проблема очень серьезно она вообще я не знаю не номер лет один вообще для всей планеты сегодня вопрос вопрос такой как заинтересовать детей никак у меня пятеро и из них только двое для меня это совершенно нормально ну как бы они не заинтересовались конечно я предложил в себе что заинтересовались но не заинтересовались да на самом деле интерес он должен как-то родиться с человеком потому что мишка просто вот он как он увидел таблицу умножения еще до школы он ее прикидывал так и так переворачивала на симметричное там последним цифрам оказалось в общем ну понятно да то же самое со света она сейчас пошла в мат класс седьмой в котором восемь тире девять уроков каждый день плюс у неё флейта и фигурное катание это к тому почему мы ей подарили смартфон потому что ей точно не до него и в ней в смартфоне она сказала ура вот она это фагоре или флидия о которой она всегда мечтала эту программу с всякими математическими картинками вот то есть как быть и он уже в пользу вполне идет смартфон в общем она да она четко понимала что она идет там совершенно там сразу 17 лет да что называется детство закончилось я так и не ответил на вопрос нужно ли да конечно нужно иначе шалопай вырастет ну как сказать у человека должен быть выбор но не в этом возрасте а чтобы у него он был когда он вырастет его нужно заставлять детстве это очень простая конструкция продолжайте то есть говоря словами советского старого фильма про петра первого детей пороть надо пороть это что-то жесткое не знаю заставлять надо заставлять надо родители я сказал да я не знаю я не буду утверждать это было оценочное суждение за это надо ли детей пороть зависит от ребенка как он себя ведет если плохо то надо то здесь как бы извините это не не общее некоторых детей не надо пороть да то есть идея какая детей которым интересно их нужно в математические школы до собирать ну как-то русские так далее да то есть если видно что интересно значит надо приложить все усилия чтобы он попал куда надо да это правда вот а если не интересно пусть надо искать что интересно вот это важно найти потому что как бы если в математической семье растет а может он там может ему интересно что то что даже представить себе невозможно в этой семье да невозможно себе представить надо попробовать найти как-то раньше у нас были школе специально математические улюбленные и обычные школы в которых там изучали математику до 10 классов все общая программа была сейчас у нас делятся математический класс общий класс как вы к этому относитесь допустим там у меня дочь старше когда пошла в 10 класс у меня математики практически не было меняет ну как у меня математики но вообще мы только что обсуждали с театральным критиком этот вопрос на подкасте значит я думаю что это тоже сегодняшняя большая ошибка это ранняя профилизация очень большая ошибка то есть это они они гоняются за олимпиадными успехами московские школы рейтингуются по олимпиадным успехам ну как вы выращиваете плюса да вот такого специалиста подобных плюсов он вам дает этот успех дает эти баллы но фактически школа становится плохой это то что наше происходит к сожалению мы стараемся там как-то смягчить потому что все же в округе пока нет нет школ куда мы хотели бы перевести но вот проблема есть директор сейчас у нас вот на эти очень сильно западает на эти показатели давайте профильный такой профильный но вынуждена да понятно что она вынуждена но не все как сказать не все первые ученики вот и тут да важно важно сделать так что в мат-классе при этом все предметы изучались нормально вот у светы принципе это так у них мат-класс у них 8-9 уроков то есть 10 математик но остальное тоже все есть то есть это как бы в обычных классах тоже должны изучать математику они конечно должны обязательно обязательно до 9 класса вот до 9 должна быть абсолютно необходимая нормальная базовая программа и спецклассы на мой взгляд это из самых самых мотивированных и способных в данной области но при этом все остальное тоже проходит то есть они могут изучать химию гораздо глубже да но они не могут это делать за счет в ущерб на счет 10 11 я могу ну там частично это можно это обсуждаемо 10 11 обсуждаем то есть были в советское время периоды когда было обязательно начальное образование общее да без старших классов и тогда конечно старших уже математика могла и не быть то есть насчет 10 11 на 100 процентов я не уверен надо обсуждать но пока у нас пока пока так сказать все сильно как-то меня это тоже сильно еще перетряхивать это это вообще все грохнет то есть мы можем абстрактно обсудить когда будет нормальное время посидеть и сделать как надо сегодня надо сосредотачиваться на вопросах все-таки самой первичной важности это вот это да учителя и и в принципе идея да что вот эта пагубная идея что мы школу делаем чтобы потом какие-то показатели куда-то показать все показатели надо школу играть вообще все потому что любой из них будет работать все равно недобросовестным образом люди такие которые не нет ничего в душе они будут приходить и просто выполнять эти показатели как 70 когда стали стали снижать количество оставленных на второй год детей думали вот повышаем качество образования чтобы не было второгодних ничего подобного ничего не повышаем а просто натягиваем тройки а натягивая тройки вы показываете остальным детям пример что можно ничего не делать поэтому это понижает качество образования и 70-е годы это самые лучшие педагоги конечно понимаем но руководство уже начало все эти эксперименты и потом из этого руководства и вылезли те кто в 90-х уже все разрушались это очень хорошо что обставляют и и и у нас надо тоже чтобы эта возможность была у нас она формально существует но вы знаете сколько бумаг надо подписать чтобы ребенка оставить на второй год это просто пипец ну да это наоборот дать шанс ребенку все-таки еще раз пройти эту программу в общем это да это огромный ворох проблем когда вот мы начинаем это говорить что это вся система она вся должна быть перестроена на нормальные рельсы ой если они же ну куда с этим у нас война на руках у нас то на понятно да то есть все откладывают 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 войну проиграете вы чё как можно откладывать сегодня война через 10 лет тоже может война это там будет уже все же очень у меня такой тоже острый вопрос и 100 из той же серии кризиса системы образования как вы относитесь к упразднению или наоборот введению жесткой системой оценивания у нас сейчас это в частной школе очень острый вопрос если изначально родители были против системы оценивания то через три года естественно они начали требовать качества мы сказали что если у вас нет норм деятельности у вас нет результатов поэтому давайте тогда вводить систему оценивания оценки как бы все-таки без учительских оценок трудно понять как вы заставите детей работать это вроде очевидно да и второй вариант начинаем вводить тогда начинается такой спор по поводу если вы ставите двойку это двойка учителю ну вот это вот это вот это самое бессмысленное утверждение у павла остапова из книга будни учителя там вот лейтмотив всей книги павел андреевич эту двойку вы ставите себе как сидит там откровенно наглый шалопай который просто совершенно вызывающе ничего не делает да он ему ставит двойку и получается что он ставит себе то есть это это все отголоски но честно это отголоски вот этой осмоловской детоориентированной системы которая не работает на практике и вообще она не имеет отношения к школе не входил он там лицей вышки заходил несколько раз все то есть это как бы сказать педагогики развелись академики которые никогда ни с какими школами не общались это это да это общая мировая тенденция вот это детоориентированности и пока она есть далеко не уплывешь системе я читала ваши статьи я полностью согласна в течение пяти лет боролась этим очень жестко чтобы не вводили оценку оценивание учителей по уровню достижения детьми планируемых уудэ я говорю но это все равно что вы решили разобраться вы сороконожка и вроде решили разобраться конечно конечно это кстати удивительно но об этом говорил этот музаев хотя понятно что контору который он заглавляет очень смешанные и сложные чувства вызывает но тем не менее он говорил что они понимают что учителя ну как бы нельзя вот по этим сам определять по игре там оценивать нельзя да но при этом он скрывает от всей общественности то что все абсолютно ответы ко всем задачам огое находятся в интернете утром или вечером предыдущего дня и это означает что вся идея собранадзора на этом разваливаться на куски потому что он был создан как независимый орган все такое а так мы возвращаемся получается мы боялись что учителя будут давать список детям а сегодня рособранадзор позволяет списывать поголовно всем вообще детям во всей стране то есть и что ну до свидания тогда закрыть его и вернуться к старой системе ну ну да не но это смешно не смешно даже говорить об этом то есть это полный позор и если бы он сказал что да допустили виноваты больше такого не будет там предложат усилия но нет они это делают чтобы конечно чтобы просто скрыть результаты образовательных реформ потому что когда все списано о отличный результат а представляете как но как неприятно да вот в этом возрасте вот ты хочешь делать честно делаешь пишешь на 4 а здесь сидит вот откровенная вор который взял купил ну как вот все кто купили я не знаю как называть может не воры ну как их называть да но просто это чудовищный антиотбор то есть страна говорит честно и не нужны научим вас вот воруйте ну как это просто вообще как вот это все прошло незамеченным ну такой уровень дискуссии что сейчас это почему-то никого даже из родителей толком не интересует дали списать и все в этом проблема тоже большая очень с родителями очень большая проблема очень большая и если бы родители были другие и реформа этих не прошло бы до поколение уже пошло да да совершенно верно увы три вопроса оцениваете сейчас же говорят что искусственный интеллект может решать там олимпиадные задачки и вот насколько он вопрос такой насколько он их может решать сейчас да и ну и насколько это детям будет мешать ну как бы он уже доступен это искусственный интеллект такой искусственный интеллект он ищет в интернете все что есть и из него что-то компонует это просто алгоритм больше ничего ну я знаю некоторые задачи решает то есть он видит задачу применяет на хабре есть статья про это он геометрические задачи да решает потому что он просто по несколько раз один и тот же прием применяет то что сам скольник не может успеть за разумное время а искусственный интеллект это же алгоритм он может то есть не никакого здесь нет не видно никакого прорыва который будет будущем каком то скорее всего это мыльный пузырь и все скорее всего какие-то последствия наверное будут опять же ну это же технология какая-то новая что-то она научится делать но я не я не вижу повода для каких-то революционных выводов по моему нет смотрите тогда второй вопрос и может быть третий тогда будет другой вы вот считаете что вот искусственный интеллект он сможет обладать самосознанием то есть человек сможет придумать конечно нет какую-то нейросетку чтобы она нет конечно то есть такого вы не прогнозируете живое живое а мертвое мертвое алгоритм он и есть алгоритм окей тогда третий вопрос отменяется тогда третий вопрос другой ну вот есть квантовые компьютеры которые как говорят могут заломать вот эти все шифры там валюты здесь я не знаю здесь я не знаю здесь вроде спор идет между сами даже специалистами ну сможет не сможет то есть вот шифры там вида rsa может сможет да мусатов вроде говорил но эллиптические не сможет да в общем как-то тут все неопределенно ну естественно да если бы их взломают может быть какое-то потрясение локальное потом будут новые шифры придуманы спасибо что касается третьего я до конца не знаю что нас ждет в этом плане не доброго вопрос вам такой если я правильно понял вас не особо интересует практическое применение результатов теорем да но это мое личное свойство да хотел спросить а почему то есть не знаю не знаю ну почему вот у меня рука там 50 сантиметров или шея почему не 40 я не знаю такая выросла но просто мне не интересно это и все я не знаю почему то есть это просто для гибкости ума и чтобы вокруг все мне интересно сама математическая составляющая во всем мне не интересно практически конечно прикольно что самолеты летают я примерно понимаю почему но как бы вот вникать конкретно в уравнение которые дают точные соотношения там вот с какой скоростью сколько топлива ну не интересно это не мое просто есть много людей которые этим занимаются это важнейшие задачи другой тип ума наверное да 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 наверное поэтому а тогда вот ваше решение продвижение но для чего мое ну в плане вот постижение доказательств теоремы просто красоты для красоты математика она вообще математика она про красоту и именно вот цитирую андрей михайлович рогородского не потому математика красиво и хороша что у нее есть приложение а приложение у нее есть потому что она самая красивая на связи наук то есть все наоборот стоим это как бы исходное само внутреннее наполнение внутреннее наполнение математики да да фундаментальная наука да а приложение конечно есть и не надо думать что я с пренебрежением к ним отношусь просто лично я просто этим не интересуюсь и потом есть же куча народу которые про это пишут андреев целая книга под его редакцию уже второе издание выходит математическая составляющая рогородский литва кому нужна математика называется да книга то есть есть книги в которых подробнейшим образом изложены именно приложение математики поэтому я могу быть совершенно спокойно это и без меня делается все да спасибо друзья спасибо а теперь маленький сюрприз для самых стойких и оставшихся желающие могут сделать общую фото со звездой да другой них вот нет вот тут давайте сначала вот это разведем Алексей Владимирович вставай в середине а а да а а приветствую спасибо большое спасибо у меня к вам вопрос а можно как-то с вами связаться по акценту какую-нибудь душе от другого вот сюда акцент вставай и говори а так я постоянно про это даю какие-то интервью что я еще могу сказать кроме них да да ну то есть ровно то что я говорю я я ровно это и думаю ну конечно ничего хорошего из этого возникает а это я не знаю я как-то я не знаю науке все равно они хотят как-то измерять это большой разговор очень честно говоря да я согласен но просто да сейчас как бы самая страшная беда сейчас массово все равно не выше выше это следствие так давайте все кто вот все кто вам помогали на бусте сейчас происходит какая-то фигня с этим бусте сейчас вот мы придумали скажем да уже про это мы придумали это нам посоветуют специалисты да сейчас будем следите за информацией у меня будет выступление в какой-то момент я приглашу всех кто подписан приглашу в другое место вот как это спонсор спонсор ру вот и там там все делают типа какую-то продажу тайного контента но мы не знаем мы никогда этим не занимаемся просто я тех кто помогает нам туда попрошу зарегистрироваться потому что бусте не знаю что там у них с ним юстом то есть какая-то фигня деньги не доходят ну может еще дойдут посмотрим вот сюда вставай окружайте 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 и красный красный вот эта сторона нет стой давай давай давайте мы прохожу а нет я во второй да вот молодец спасибо давайте покажу allt вот и детировка вот Продолжение следует...